Слава Богу, братья и сестры! Я вас всех приветствую! Пускай Бог благословит! Сегодня очень такое благословенное служение и слово, и пение, они очень такие приятные, знаете, вдохновляющие. Я сидел и немножко так фиксировал. Я думаю, очень важно, когда мы сидим на служении, следить за Словом Божьим и чуть записывать, тогда оно остается в памяти и приносит больше пользы. Мы пели такой псалом, что «я свободен», да, «я свободен», «я свободен» от неправды, греха, от всего «я свободен». Вы знаете, это прекрасное состояние, когда ты свободен, когда у тебя ничего нету, что тебя держало бы, ничего не было, что было бы препятствием в общении с Иисусом Христом, как мы пели потом, «как счастлив я, что я Христа имею», да? «Как счастлив я, что Он всегда со мной, живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он всегда со мной». Слава Богу! Братья и сестры, и я думаю, что это прекрасно, когда Иисус Христос всегда с нами, когда мы постоянно имеем общение с Богом. Первый брат Петя говорил об этом, именно о водительстве Божьем, о том, как человек Божий ценил общение с Богом. Давид, как он ценил тем, что Бог является его пастором, его руководителем жизни. И я думаю, что он старался в своей жизни жить так, чтобы Бог действительно был всегда с ним. Он говорил, что «всегда я видел перед собой Господа, всегда, ибо Он одесну и меня не поколеблюсь более». Я сегодня хотел бы, в свою очередь, поговорить об одном таком положении нашего отношения с Богом. И первое место, которое я хотел бы напомнить, вы знаете это место, Екклезиаста, 3 глава, 5 стих. Екклезиаста, 3 глава, 5 стих. И здесь он говорит, он говорит в этой главе, что «всему свое время, всему свое время, время рождаться, время умирать». И 5 стих говорит, что «время разбрасывать камни и время собирать». Время, 5 стих, «разбрасывать камни и время собирать камни». Всему свое время. И есть время разбрасывать, а время собирать. Собирать их. Знаете, мы, помню, как-то жили в Эстонии, знаю, Ваня помнит или нет, молодежь ездили на работу и так, зарабатывали немножко деньги приобрести аппаратуру, музыку. И как раз ездили на поля, после того, как трактора спашут поля, ездили, собирали камни. Там земля такая была, что после того, как они спашут землю, много камней появляется. Вы в Латвии, наверное, тоже ездили, да? И вот мы ездили, трактор и прицеп, ездили, эти камни собирали, собирали эти камни, много камней. Знаете, и нужно было, необходимо было их собирать, эти камни, чтобы потом что-то выросло, чтобы поле было, как бы, способно для того, чтобы произвращать то, что будет посеяно, нужно было собирать эти камни. И второе место, которое я хотел бы прочитать, это написано Коринфином, послание апостола Павла. Коринфином, в первом послании, с пятой главы, с пятой главы здесь, седьмой, восьмой стишок. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так, как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Здесь апостол Павел обращается к Коринфинской церкви, и он сравнивает жизнь их, жизнь христианина с этим положением закваски. Я думаю, наши хозяйки, которые занимаются особенно хлебом, они знают, что если немножко бросишь туда этой закваски, оно делает свою работу, и оно заквашивает все тесто. Вот небольшая часть вот этой закваски, я помню в детстве, когда-то, может, кто-то из вас помнит, мы с детьми еще ходили к речке, собирали вот это, хмель называется, знаете, такое вьющееся растение, оно вьется, и его собирали, и потом делали эту закваску. И здесь апостол Павел говорит, итак, станем праздновать не закваскою, порока, лукавства, здесь он перечислил немножко таких качеств, которые мы должны освободиться. И этот список, он может быть очень длинный, закваска, да, порока, лукавства, мое творовство быть, может быть пьянство, может быть сквернословие, может быть другие быть вещи. Очень много есть пороков, которые могут быть этой закваской, порокой лукавства в жизни христианина, и которые впоследствии становятся преградою общения христианина с Богом. Мы отпели вот эти прекрасные псалмы, как счастлив я, что я Христа имею. И брат читал в Солома 83, да, что лучше жить у порога в Доме Божьем, нежели в шатрах нечестия, да. По-английски написано, лучше быть doorkeeper, то есть закрывать, открывать двери, doorkeeper. Находиться там, не жить, только находиться возле двери, а делать что-то, да, нежели в шатрах нечестия. И это слово говорит нам о том, что нужно от чего-то освободиться. Сегодня я хотел бы предложить и наше внимание именно направить на одно важное положение в нашей жизни, которое, на мой взгляд, считается очень важным. Это такое безобидное вроде бы положение в жизни христианина, на которое мы иногда не обращаем внимания. Это есть обида. Обида в жизни христианина, обида в жизни человека. И насколько же она является прочна, и насколько это положение обиды влияет на наше спасение, на наше отношение с Богом, на наше служение Богу, насколько это положение жизни христианина, оно важно. Я хотел бы вместе с вами сегодня немножко об этом порассуждать. Знаете, мы как-то были в одном месте, и одна душа пришла и говорит, помолитесь за меня, у меня есть одно положение, я имею обиду на Бога. Знаете, это еще, еще серьезнее. Человек имеет обиду на Бога. Почему? Почему человек иногда имеет обиду? И насколько она, эта обида, является пагубной в нашей жизни. И что это такое? Это просто слабость нашего характера, или, может быть, это намного глубже. Я хотел бы одно место прочитать, предложить вам место Священного Писания, которое записано в Деянии Апостолов. Деяния Апостолов. Я не буду читать все это повествование, которое говорится именно об одном муже Божьем, это Стефан. Стефан. Написано некоторые стишки, я только прочитаю, которые говорят о служении Стефана. Это 6 глава, 8 стих. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Стефан был один из дьяконов, которого избрала церковь, рукоположили на это служение. И здесь Слово Божие отметило, что Стефан, исполненный был силы Божьей и Духа. И написано, что он совершал великие чудеса и знамения в народе, в людях, среди людей, Бог через него совершал великие чудеса и знамения. И я думаю, что Стефана знали там люди, особенно людей, которых Бог использует, через которых Бог что-то делает, которых Бог использует в каком-то деле, в данном случае, великие чудеса и знамения совершались через этого человека. А именно, может быть, кто-то был больной, через него он получил исцеление, кто-то, может, был глухой или слепой, он исцелился, может быть, кто-то был одержимый, он получил освобождение, может быть, кто-то был хромой, он стал ходить. И здесь не пишется деталей, но написано, что великие чудеса и знамения совершались в народе через этого человека. И мы видим, что враг позавидовал и нашлись те люди, которые были негодные, которые взяли удобный момент, схватили этого Стефана, арестовали его, привели его в Синедрион. Синедрион, это Верховный суд был на то время, который судил по закону, по их правилам тогдашним. И вот Стефан пристал перед судом, его начали обвинять. Эти пришли всякие ложные свидетели, по-нашему, можно сказать, сплетни, да? Сплетни начали говорить на него, неправду. Они обвиняли его незаконно перед этим Синедрионом. И Стефан не оправдывался. Он, мы видим, исполнился Духа Святого и произнес там большую проповедь, пламенную речь. Он произнес, я не буду ее всю читать, но хочу сказать именно, какое общество и где он говорил эту проповедь. Он говорил в Синедрионе. И написано, что когда эти люди смотрели на него, когда он проповедовали, они видели лицо его, как лицо ангела. Лицо его было необычно, оно светилось, оно было наполнено благодатью. Но люди, которые окружали его, написано, слушая это, что они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Представляете такую обстановку? Были ли кто-нибудь из нас в такой обстановке, чтобы мы говорили что-то важное, или что-то делали, и люди, которые окружали нас, которым мы обращались на нас, скрежетали зубами и рвались сердцами. Это такая какая-то необычная обстановка. Знаете, я думаю, на Украине кто был, знаю, что там обычно собак привязывают, да, и они вот, когда вы идете кому-то в дом, обычно рвется на цепи, большая вовчарка, и старается схватить, клацать зубами, хочет схватить вас. И это не очень приятные ощущения, не очень приятные такое впечатление, зрелище, которое мы смотрим, но это были люди, которые слышали, написано, рвались сердцами и скрежетали на него зубами. За что? И, знаете, я думаю, в этом положении, что можно было, какое состояние человека может быть в данной ситуации. Давайте прочитаем, что, в каком состоянии был Стефан в этой ситуации, и сравним немножко, может быть, с нашей жизнью. Здесь написано, Стефан же, будучи исполнен Святого Духа. Братья и сестры, вас это не удивляет, в этой обстановке, быть исполненным Святого Духа, когда на тебя скрежещут зубами, рвутся сердцами, и ты исполнился Духу Святого. Говорит, Стефан же, исполненный Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего ясною у Бога. Это поражает меня. Такой ситуации, когда его обвиняют, клевещут на него, когда люди скрежещут зубами, рвутся сердцами, этот человек исполненный Духа Святого и видит славу Божию, видит Иисуса, стоящего ясною у Бога. Братья и сестры, что могло дать ему такую силу этому человеку Божьему иметь такое высокое духовное состояние? А именно, этот человек нисколько не допустил обиды в свое сердце, и можно было бы по-человечески сказать, вот меня привели на суд, где же те все люди, за которых я молился, которые получили исцеление, которые прозрели, которые стали ходить, которые получили освобождение, вот здесь, когда мне нужно, может быть, их слово, поддержки, или чтобы вступили за меня, их нету. Их нету. И по-человечески можно было бы просто допустить обиду, обиду в сердце. Но, братья и сестры, этот человек Божий, он знал, что если он допустит эту обиду, он не сможет в этой ситуации быть исполненным Духом Святым и видит славу Божию, и видит небоотверствие, и он знал, что это для него намного важнее. Он нисколько не имел на этих людей обиды. Это говорит дальнейший стих, когда мы читаем, когда его уже побивали камнями, написано «И преклонив колени, воскликнул громким голосом, говоря, Господи, не умени им греха этого, не умени им греха этого». Это мог сделать только сильный человек, который духовно сильный. Духовно сильный человек – это тот, который может прощать, который не терпит, не держит обиды. Слово Божие говорит нам, чтобы мы прощали. Учит нас Слово Божие. Когда мы молимся, молитва Иеченаш, и мы каждый день это повторяем, Господи, прости нам, да, как мы это делаем, как мы прощаем, прости нас, как мы прощаем. Знаете, я так смотрел и пришел к такому выводу, что обида – это не есть черта характера, это не есть слабость нашего характера, это есть закваска порока и лукавства, это есть закваска, это грех, это тот грех, ужасный грех, который разделяет нас с Богом, который разделяет и не дает нам общения с Богом. Один очень яркий пример я хочу напомнить из Ветхого Завета, это об этом мы слышали уже, брат, сегодня я немножко скользко напоминал, это был Иосиф. Иосиф – муж Божий, сын Иакова, когда мы читаем, когда с ним произошли вот эти все события, я так бегло напомню этого повествования за неимением времени, когда он жил с Иаковом, был любимым сыном, братья его пошли пости скот, и вот Иаков позвал его и говорит, спрашивает сына своего, Иаков говорит Иосифу, не пасут ли братья, пойди, посмотри, не пасут твои братья в Сихеме. И он сказал, вот я, он собрался, собрал вещи, я думаю, что-то взял для них туда отец, его не отправил бы так с пустыми руками, и он пошел проведать своих братьев, он пошел туда навстречу своим братьям, и понес что-то к ним, хотел встретиться, это его родные братья, но дальше я хочу именно сказать, обратить внимание о том, как его встретили братья, когда братья его увидели, он идет, он нашел, их долго блуждал, нашел, вот они увидели его, и что говорят, вот идет сновидец, да, пойдем убьем его, но они потом не убили, но говорят, пойдем продадим его, продадим его, да, сначала они сказали в 20 стихе 37 главы, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет с нами его, но мы знаем, что ихний старший брат уговорил их, они не убили его, бросили его в ров, и потом, когда шли купцы измаильские, они говорят, пойдем, продадем его измаильтянам, а руки наши, да не будут на нем, видите, этот человек, Иосиф, шел с добрым расположением к своим братьям, его встретили братья, ну, то, что он принес, они, наверное, взяли у него, и говорят, пойдем, продадим его, продадим его измаильтянам, чтобы нам это легче понять, немножко представить, я хотел бы, чтобы вы представили такую картину, что вы вот в Америке здесь, да, и устроились, хорошо все у вас, и вы решили поехать назад на Украину, и спаковали вещи, чемоданы, подарки своим родственникам, взяли с собой средства, деньги какие-то, и поехали, приехали, такие рады, я знаю, у нас жили соседи, они жили в Америке, но они каждый день говорили, вот Украина, 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 да, и жили, хотели туда, и вот они собрали вещи, поехали на Украину, и там была подобная история, и я хотел бы, чтобы вы представили, вот вы приезжаете на Украину, вещи, родственникам раздали, деньги, они сидят такие, говорят, ну, хорошо, хорошие подарки, деньги тоже лучше, между собой говорят, давай его продадим, ну, мусульманам где-то, продадим, за американца хорошо платят, давай продадим, и какая бы ваша реакция была, что дорогие мои родственники, я же к вам добрым расположением, и вот, да, это хорошо, и доллары хорошо, но мы у тебя еще продадим, продадим где-то в Афган, или куда-то, там, хорошо платят, какая бы ваша реакция была, на, я хочу, чтобы вы представили немножко, как себя чувствовал Иосиф, Иосифу они не купили, путевку в Египет, смотреть пирамиды там, или достопримечательности Египта, они продали его в рабство, они продали его в рабство, и я думаю, что он имел полное право обидеться на них, и обидеться на всю жизнь, и вот привели его в Египет, там волову продают на базаре овец, и стоит Иосиф, как такой же товар, которого продают, и в это время, какое его было, какие чувства были в этого человека, Иосифа, я думаю, точно такие, как бы, кого-то из нас, если бы с нами что-то случилось, когда бы нас продали где-то, и там пришлось находиться в рабстве, и этот человек попал в дом Патифара, мы видим дальше эту историю, что его купил этот человек, и он жил в этом, в доме этого Патифара, 39-я глава, и отведен был в Египет, и купил его из руки измельтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фареонов, начальник телохранителей, и дальше второй стих интересно говорит, и был Господь с Иосифом, и был Господь с Иосифом, братья и сестры, меня это удивляет, такой ситуации, продан в рабство, нет никакой надежды, никакого просвета, и был Господь с Иосифом, и был успешен в делах, то есть он работал усердно в доме этого человека, и был успешен в делах, и жил в доме Господина своего египтянина, и увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Это удивительно, это удивительный человек, и дальше из того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. Бог благословил этого человека египтянина ради Иосифа, ради Иосифа, и написано, и Бог был с ним, Бог был с ним, братья и сестры. Это говорит о том, что этот человек все это принял, как от руки Божьей, всю эту ситуацию, все это унижение, что его продали, как скот, что он находится в рабстве, не имея никаких прав, и написано, Бог был с ним. Это самое великое, это то, чем этот человек ценил, он знал, что если он допустит какое-то угорчение, Бог не будет с ним. И написано, и Бог был с ним, и это еще не все. Мы видим дальше, он очень усердно работал, Бог благословил этот дом, но из-за клеветы, которую сказала жена этого Патифара, он вознаградил его, да, за хороший труд, он дал ему бонус, вознаградил, на что он, ну, по правилу, может быть, претендувал на какое-то поощрение, но он посадил его в темницу, он заключил его в темницу, без срока, пожизненно, он посадил его в темницу, и он находился там, но интересно дальше, тоже пишется «И Господь был с Иосифом», где? В темнице. Бог увидел, что этому человеку очень важно с ним общение, и он пошел туда в темницу, вместе с Иосифом, говорит, что и Бог был с ним в темнице, в тюрьме, и простер к нему милость и даровал ему благорасположение, благоволение в очах начальника темницы, и отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находящихся в темнице, и он был там распорядителем. Братья и сестры, это второе доказательство того, что Иосиф, он не допустил никакой обиды на этого человека, который так незаконно поставил его в темницу, отдал его под стражу, и написано, Бог был с ним, и дальше мы видим, с ним происходят другие события, когда эти цародворцы два попали в тюрьму за свои провинились, написано, перед царем, попали в темницу, и Иосиф, находясь в темнице, находясь в таких ситуациях, он подходит к ним и говорят, почему ваши лица сегодня печальны, находясь в темнице, этот человек в себе находил столько сил других людей утешать, говорит, почему ваши лица сегодня печальны, где в темнице, что это такое место, где нужно радоваться, темнице, я не знаю, кто был в тюрьмах, а не знаю, что это место как джунгли, да, кто сильнее, тот выживает, и здесь, находясь в этой темнице, он говорит, отчего ваши печальные лица, он никает проблему и других людей, и мы знаем, что он истолковал им сны, этот веночерпий, он дал ему надежду, что его Бог восстановит, он восстановится в своем служении, так и произошло, и он говорит, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо, и что он вспомнил, да, написано, и забыл, веночерпий главный об Иосифе, забыл, и сколько он о нем не помнил, кто помнит, сколько он не помнил о нем, два года, два года, веночерпий находился на своем положении, а Иосиф находился в темнице, и можно было бы очень легко снова допустить обиду, сказать, а, людям нельзя доверять, люди тебя не помнят, и написано, что по прошествии двух лет, по прошествии двух лет вспомнил этот веночерпий перед фараоном, когда нужно было толковать сны, он вспомнил, говорит, да, я вспоминаю грех мой, я вспоминаю, и там был человек, который, в котором Дух Божий, который может толковать сны, и вот, когда он был проведен перед царем, царь сказал ему, вот, снили сны, некому истолковать, он истолковал ему сны, дал ему совет, говорит, поставь мудрого человека, разумного, который вот так, вот так бы делал, и вот фараон смотрит на него и говорит своим слугам, говорит, можем ли мы найти такого человека, в котором, он не сказал, что был там мудрый или какой, говорит, в котором был бы Дух Божий, в котором был бы Дух Божий, братья и сестры, этот человек, язычник, идолопоклонник, он заметил в этом человеке высокий Дух Божий, говорит, можем ли мы найти такого человека, которым был бы Дух Божий, как он, и мы знаем, Бог его восстановил и поднял, и я хотел бы сегодня именно заострить наше внимание на то, что если мы хотим, чтобы Бог был с нами, нам нужно освободиться от этой закваски порока и лукавства под названием обида. Я слышал один такой пример, когда один служитель рассказывал, в них была одна сестра, и она уже была больная по своему состоянию здоровья, находилась в постели, и когда этот брат пришел к ней, он увидел в ее сердце такое уныние или печали, какое-то огорчение, и он говорит, «Сестра, мы к вас пришли посетить, почему вы в таком состоянии?» И она стала рассказывать, говорит, что когда я была молодая, родились дети, у меня постоянно была такая надежда, что вот я сейчас детям уделяю все свое внимание, свое здоровье, свои силы, свои средства, все уделяю детям с одной надеждой, что когда они вырастут, они это оценят, они оценят это, они будут мне воздавать добром, но случилась ситуация, что она заболела и она находилась с сыном, который был ну такой неустроенный, неверующий, он любил выпивать и говорит, очень часто он хамит мне, рвает и обзывает всякого, и я, очень сильной обиде на своего сына, я ожидала, что вот, когда я здоровый, я укладываю своих детей, я укладываю, но вот с надеждой, что придет время, они это оценить, они этого не оценили, она была в такой сильной обиде, и эта обида, она была заметна в ее жизни, в ее характере, в ее внешнем виде, в разговоре, во всем, она проявлялась, эта обида, она была в такой сильной обиде, и братья с ней беседовали, конечно, и знаете, обида, это не есть что-то такое, что можно с ним жить и войти в Царство Небесное, это не то, это есть порог, от которого апостол Павел говорит, что мы очистим себя от этой закваски, порога и лукавства, и еще один случай также, который тоже говорит о подобном, одна сестра уже на смертном модре была и позвала братьев исповедоваться, хотела побеседовать, помолиться, и вот когда они пришли, она говорит, братья, я хотела с вами поговорить, побеседовать, уже она на смертном модре и живет, держится, как сказать, и говорит им, я через всю жизнь пронесла обиду на своего отца, когда, говорит, была молодая, я хотела выйти замуж за одного человека, которого я любила, но он был очень бедный, и мой отец мне не разрешил, он категорически запретил, сказал нет, и говорит, прошло время, я вышла замуж за другого, родились дети, прожила всю жизнь, находилась уже в дочери, она хорошо ухаживала за ней, но, говорит, я через всю жизнь пронесла обиду на своего отца, что он не дал мне быть счастливой, но, говорит, сегодня во имя Иисуса Христа я прощаю моего отца, братья говорят, ну, давай, сестра, помолимся, стали молиться Богу, они молились, она молилась, просила прощения, во имя Господа, прощала, и один брат говорит другому, слушай, я вижу видение, ангел стоит в белой одежде, и прямо сейчас возле его постели, и говорит, я думаю, что он прямо сейчас ее заберет, а идет молитва, она молится, и говорит, только она кончила последнюю фразу своей молитвы, ее сердце остановилось, и она умерла, и ангел ее забрал, очищенную, оправданную, освященную, помилованную, братья и сестры, скажите, что ее держало, какой грех, может убийство, или воровство, или может блуд, нет, у нее ничего не было такого, у нее была обида, которую она пронесла через всю жизнь, и когда мы слышим вот эти все примеры, мы приходим к такому заключению, обида не есть слабость нашего характера, это не есть, это есть порог, это есть грех, это есть закваска, которая сегодня не даст многим войти в Царство Небесное, перед которыми будут закрыты двери, еще один пример, мы будем идти к молитве, может быть даже два примера, одна сестра находилась у нас в гостях, когда мы жили в Вашингтоне, еще в нашем доме, и вот она свидетельствовала о своей жизни, что Бог в ее жизни много являл чудес, много милости, Бог исцелил ее от туберкулеза, легких, Бог исцелил ее от многих болезней, и вот она заболела раком, большой болезнью, такой рак, который ее организм постоянно увядал и увядал с каждым днем, и она опять обращается к Богу, говорит, Господи, исцели меня, маленькие дети, ради детей исцели меня, и Бог не отвечает, а потом Бог говорит, хочешь жить, прости брату твоему, и она говорит, Господи, ну, он даже прощения не просит, он даже меня прощения не просит, Господи, и все, и Бог не отвечает, идет время, болезнь свою делает, и она снова обращается, Бог не отвечает, и снова, и снова, а Дух Святой говорит, хочешь жить, прости брату твоему, и знаете, прошло, пришло ее состояние к тому, что она умерла, душа его вышла, и вот она видит себя, она пристала перед Богом, и уже думает, все, уже страдания закончились, уже все, я уже буду блаженна, буду в небе, пришла к воротам, встречает ангел ее, и говорит, я тебя упустить не могу, ты нечистая, у тебя порог, ты не простила брата твоего, ты сюда не можешь идти, говорит, я стала плакать, я стала его упрашивать, ангел говорит, ну, я тебя пустить не могу, написано, что ничто нечистое, никто преданный мерзости, лжи, ничто не может войти туда, и потом говорит ангел, Бог дает тебе, Иисус Христос дает тебе шанс, дает тебе еще один шанс, чтобы ты возвратилась, привела свое состояние в порядок, и тогда ты сможешь войти воротами в город, и она вернула свое тело, и тело осталось больным, она не получила исцеления, говорит, Господи, если ты меня вернул, почему ты меня не исцелил, а Дух Святый говорит, хочешь жить, прости брату твоему, и она говорит, Господи, я хочу простить, но не могу, нету силы, помоги мне, и говорит, в этот момент, как бы камень, как бы груз с меня свалился, я говорю, Господи, прощай его имя твое, и братья и сестры, Бог ее исцелил в тот момент, Бог ее восстановил, и после этого она еще имела возможность родить детей, это еще говорит о том, что обида это не есть что-то маловажное, это есть большой порог, который не дает нам иметь общение с Богом, когда человек обидит, он не может исполняться Духом Святым, он не может видеть славу Божию, он не может видеть Сына, стоящего одесною Бога, когда обида порабощает сердце, братья и сестры, поэтому я хотел бы сказать, что мы сегодня должны иметь эту силу прощать, один последний пример, и мы будем молиться, я хотел бы, чтобы в этой молитве, если мы видим, что в нашей жизни имела или имеет место обида, или еще что-то подобное, непрощение, я хотел бы, чтобы в этой молитве мы искренне покаялись и попросили Господа помочь нам освободиться от этого порока. Многие знают этого брата Виктор Белых, знает кто-то, да? Это епископ старый, он уже умер, и он провел около 25 лет в советских лагерях, за слово Божье, был судимый, и его судили, над ним много издевались, один момент, когда рассказывал его жизни, когда очередной раз его арестовали, судили, жена была в положении, она без него родила сына, и вот он находится там под следствием, ему не давали спать, только он засынает, стоит страж, и бьет его по голове чем-то, чтобы он не спал, и так пытались заставить его признать их обвинения, и знаете, когда жена приехала на свидание, он думал, что получит какую-то от нее поддержку, она пришла в слезах, пала ему на грудь, и говорит, ты знаешь, что нашего сына уже нету, он родился, несколько месяцев прожил, и, конечно, эти органы помогли, чтобы он умер, и она в такой печали, он говорит, мне не только пришлось от нее ожидать поддержки, нужно было найти силы еще ее поддержать и утешить в этой ситуации, и вот он, находясь в одном общественном транспорте, ехал в городе, и к нему подошел один человек, уже седовлас и подошел и говорит, смотрелся в него, говорит, вы Виктор Белых? Он говорит, да, я Виктор Белых, говорит, а я, говорит, один из офицеров государственной безопасности, но уже отставки на пенсии, я один из тех, который собирал информацию, благодаря чему вас осудили на срок заключения, он посмотрел на него и говорит, а я вас прощаю. Я думаю, в него мыслях пронеслись эти годы жизни, вот эти унижения, вот это все, что ему пришлось перенести, но он набрал самужества, силы и сказал, а я вас прощаю. И этот человек посмотрел на него и говорит, вы сильный человек. Знаете, прощать может только сильный человек, только тот, который сильный в Боге, у которого есть эта сила Духа Святого, исполненный Духой Святого благодати, как Стефан написано, люди вокруг него рвались сердцами, скрежетали зубами, а он исполненный Духа Святого, он видит славу Божью, он видит небо отверстие, почему? Он дорожил общением с Богом. Братья и сестры, сегодня мое слово, я хотел бы, чтобы мы поняли для себя, что обида это и есть разрушительный порог в нашей жизни, в жизни христианина, который не дает нам быть исполненными Духом Святым, который не дает нам, чтобы Бог был с нами, чтобы нам видеть славу Божию, человек, который в обиде, он ничего не видит, он видит только негативное, это очень печальное и пагубное состояние, и я хотел бы сегодня в этой молитве, чтобы мы склонились перед Богом, и если в нашем сердце вы имеете или имели на кого-то обиду и не простили, во имя Иисуса Христа давайте мы скажем во имя Иисуса я сегодня прощаю, пускай Бог благословит каждого из нас, я хотел бы, чтобы это слово, эти примеры, они нас вдохновили, вдохновили, как вдохновляло Иосифа общение с Богом, сладостное общение с Богом, как вдохновляли этого Стефана, исполнение Божьей благодати Духа Святого, и его больше ничего не волновало, ничего больше его, как бы сказать, не касалось в этом мире, что бы то ни было, какие бы то ни были сплетни, какие бы были незаконные, может быть, обвинения или еще что-то, оно человека, исполненного Духа Святого, который вообще не с Богом, оно его не касается, Он свободен, Он сильный для того, чтобы прощать, Он сильный для того, чтобы это, может быть, побеждать, братья и сестры, еще больше, если в нашем сердце мы будем иметь свободу от этого, для нас, как апостол Павел говорит, откроется свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, да поможет Бог нам, братья и сестры, чтобы в нашей жизни нам быть свободными от этой закваски порока и лукавства под именем обида. Пускай Бог благословит.